Никогда такого не было. Этими словами вполне можно охарактеризовать уходящий театральный сезон. Практически половина творческого года прошла в режиме онлайн. Сейчас пермские коллективы подводят итоги. Как прожил этот нелегкий период оперный театр, какие планы намечает, узнала наша съемочная группа. Это, пожалуй, самый необычный сезон. С 18 марта пермский оперный, как и все остальные театры, перешел на работу в онлайн формате. Практически ежедневно выходя в интернет-эфир с трансляциями концертных программ, балетов, выдающихся опер. Для этого коллективу пришлось проделать огромную работу – срочно связываться с правообладателями постановок, чтобы добиться разрешения на их показ. В частности, Пермскому театру удалось порадовать зрителей онлайн-трансляции знаменитой современной оперной постановки режиссера Роберта Уилсона Травиата. По словам руководства театра, в целом за три карантинных месяца было организовано около сотни эфиров. В их числе были не только трансляции готовых спектаклей, но и свежие специально отснятые программы. Например, три серии виртуальных экскурсий по театру, где подробно показана сложная техническая сторона создания балетов и опер. Актеры на сцене, они пребывают в довольно, скажем так, дискомфортной среде. То есть, представляете, вот эти приборы, они не только светят, но они еще и жарят. Онлайн нас посмотрело 4,5 миллиона раз. Ну, то есть нельзя сказать, что это прям 4,5 миллиона зрителей, потому что многие смотрели по несколько раз. Но это 4,5 миллиона просмотров, и это, конечно, ошеломляющие цифры, потому что мы в таком объеме никогда не транслировали ничего. Сейчас творческий коллектив театра в отпуске, но планы на следующий сезон уже составлены. В первую очередь, зрителям будут показывать те постановки, в которых не задействовано большое количество артистов. Например, проект «Локейшн» вообще не подразумевает нахождение в зрительном зале и проходит на улицах города. Кроме того, в театре хотят осуществить и проект «Один на один». На сцене будут идти постановки или концерты, при этом в зрительном зале будет находиться всего один человек. Определять, кто станет тем единственным живым зрителем в зале, будут методом случайного выбора. И мы очень признательны тем зрителям, которые не стали сдавать билеты, а оставили их у себя для посещения наших спектаклей в будущем, потому что именно эти зрители получат возможность поучаствовать в этом, так сказать, ну, я не знаю, в каком-то смысле эксперименте. Как себя чувствует человек, когда он находится один в зале. Похожая штука уже была реализована, когда в таком формате показывались спектакли для коронованных особ. Как говорит Алла Платонова, в театре намерены выпустить все премьеры, которые были запланированы. Единственное, сроки пока точно назвать сложно. Ждет своего зрителя балет «Анюта». Он уже полностью готов. Состоялась его генеральная репетиция. Именно эта постановка должна открывать международный конкурс молодых артистов балета «Арабеск». Он намечен на 24 октября. Юлия Зыкова, Михаил Иситров, Телевизионная служба новостей.